МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почти в трёх десятках развитых стран мира смертность от рака потеснила с первого места смертность от сердечно-сосудистых патологий. И связано это с успехами кардиологии и увеличением продолжительности жизни. Но теперь заболевших и умерших от рака становится больше. Не избежать этого и в Беларуси. Вместе с тем практически каждый день появляется информация о найденных способах исцеления от рака. В Беларуси, где в лечении подобных заболеваний накоплен уже немалый опыт, прогноз дают осторожный. Рак – сложное заболевание, и чем больше о нём узнают, тем меньше, как говорят врачи, знают. В ближайшее время не произойдёт каких-либо революционных изменений в отношении лечения злокачественных опухолей. Не будет создана волшебной таблетки от рака, несмотря на то, что таких лекарств появляется огромное количество. Они достаточно эффективны, но, к сожалению, каждое лекарство направлено против определённой злокачественной опухоли. Мало того, даже в отношении конкретной генетической поломки. Эти лекарства в целом проблему рака не решают. Мы используем самые такие современные методы, которые основаны на так называемом глубинном обучении. Мы пошли совершенно другой дорогой, и, слава богу, получилось. У нас ведутся очень активные научно-исследовательские работы. Наука – это повторяемость эксперимента. Мы пытаемся технологию классическую привести в родство наносенсоров электрохимических, что дешевле, выгоднее и полностью может быть воспроизведено у нас. На онкологических проблемах сегодня сосредоточены лучшие медики и лучшие научные умы. В Беларуси за четверть века с 1990 года более чем в 10 раз выросло число стоящих на онкодиспансерном учёте. 271 тысяча или каждый 37-й житель страны. Ежегодно 50 тысяч вновь заболевших. Причём каждый год ещё плюс тысяча человек. До 2000-го смертность от рака у нас в стране росла, но сейчас снижается со скоростью 1% в год. В том числе и благодаря стройной системе онкологической службы. Как это работает, понятно, на примере Республиканского научно-практического центра имени Александрова. Здесь собрано всё лучшее и передовое, связанное с исследованием и лечением рака. Общая площадь центра тоже говорит о многом – 25 гектаров. Все части, как единый организм, неразрывно связаны. Здесь пациенты могут получить лечение, а врачи ищут и находят способ, как лечить. Год назад профессор и хирург Владимир Жарков провёл уникальную операцию по протезированию трахеи с использованием ткани инженерного протеза. Первую в мире на человеке. Очень много попыток сейчас во Франции, в Испании, Японии, Китае. Но все идут своим путём. Не всё так гладко в этом мире. Мы пошли совершенно в другой дороге. И, слава богу, получилось. Вот уже год как-то соживёт с чужой трахеей. Вся подготовительная работа заняла 5 лет. Это не так просто сразу что-то новое впервые сделать на человеке. Мы должны провести ряд экспериментальных исследований, грубо говоря, в пробирках на животных, собак. И когда уже убедили, что всё получается, получили разрешение этической комиссии на проведение двух таких операций и выполнили это 5 лет уже ежедневной работы. Пациент жив уже год, а прогноз был 2 месяца с диагнозом критический стеноз трахеи. Это когда человек задыхается и умирает от удушья. Но сегодня наша медицина может помочь. Нужна донорская трахея. Заказываем донорскую трахею. Но поскольку доноры не всегда совместимы с рецепиентами, мы уничтожаем всё живое в этой трахее специальными растворами. То есть она будет содержать только хрящ, который антиген вообще никакой, и коллаген, который универсален для всего живого. После этого пересаживаем донорскую трахею на мышцу живота, для того, чтобы в этот протез вросли сосуды, и чтобы организм воспринял её как своё родное. И на это уходит где-то месяц. Вот через месяц ожидаемая продолжительность жизни. Два месяца, поэтому всё это должно быть быстро, оперативно. И после этого мы перемещаем вместе с мышцей без сосудов. Это уже проще, чем английская технология в любой отдел трахеи. Владимир Жарков провёл около пяти часов за операционным столом во время этой операции. А в РМПЦ, ну уже в молекулярно-генетической лаборатории канцерогенеза, готовили ткани инженерный протез. То, что пересаживали на место поражённой ткани. В подразделении два главных направления – работа клиническая и научная. Ищут ответы, которые не знает никто в мире. У нас ведутся очень активные научно-исследовательские работы. В том числе у нас выполняется более 20 научных работ с нашим участием. Кроме того, мы участвуем в клинических испытаниях, в международных клинических испытаниях. Всего на этаж выше в лаборатории – отделение биочиповых технологий. Жизнь здесь рассматривают исключительно на молекулярном уровне. Сейчас мы с вами находимся как раз-таки на одном из участков производства биологических чипов. Это синтез олигонуклеотидов, синтез зондов, которые потом могут распознавать биологические молекулы у пациентов. Вот мы видим с вами процесс. Процесс – это наращивание олигонуклеотидной цепи. То есть нуклеотиды, которые являются в одном зондоме, подготавливаются для посадки на чип. Биочипы производят именно здесь. Биочип – это организованное размещение молекул ДНК или белка на специальном носителе платформе. Ее площадь всего около кубического сантиметра. На биочипе можно проводить анализ молекул веществ, закрепив узнающие молекулы. Их обозначают как молекула-зонд. А молекулы, которые исследуют, – это молекула-проба. На такие категории здесь раскладывают человеческую жизнь. Неважно, что мы анализируем – белок, нуклеиновую кислоту, какой-то углевод – всегда есть понятие о гибридизации, специфической в той или иной степени. Когда молекула, закрепленная на поверхности стекла или любого другого носителя, в зависимости от технологии, является зондом, а анализируемое вещество, биологическая жидкость человека, с которой были предварительные манипуляции проведены, наносится на поверхность этого стекла или иной субстанции. Происходит связывание, либо иммунологическое, либо гибридизация химическая происходит. Но, тем не менее, зонд захватывает аналит. И в перспективе мы можем это проанализировать, увидеть на приборе, на сканере, который показывает, где произошло связывание и в каком количественном соотношении, в зависимости от технологии. Поставить производство биочипов на поток удалось лишь в последнее время, когда нашей медицине это стало по карману. Большинство реагентов поначалу было зарубежными, это было непопулярно. Всего достаточно высокой стоимости. Понятно, что то, что достаточно дешево в Америке, у нас это уже сразу другая цена. И за счет того, что наценки торговые, и транспортные, и прочее. Занимаются этим здесь с 2015 года. Внедряют свои технологии и в ближайшее время готовы перейти на свое производство. Я повторюсь, что есть разные технологии. Не обязательно использовать популярную, раскрученную зарубежную. Мы стараемся сотрудничать активно с БГУ, с физическим факультетом, с кафедрами. И там есть физика достаточно серьезная. Есть люди, которые активно в этом участвуют. И мы пытаемся технологию классическую с помощью гибридизации на стекле перевести в родство наносенсоров электрохимических. Что дешевле, выгоднее и полностью может быть воспроизведено у нас. И еще на этаж выше – отделение протеомики. Это наука, которая изучает белки. Но не только с ними работают. Ищут новые молекулярные решения онкологических проблем – онкомаркеры. По сути, следы – продукты жизнедеятельности опухоли. Здесь же смогут достоверно сказать, почему тот противоопухолевый препарат действует, а этот – нет. У пациентов, у которых уже установлен диагноз, которых лечат по стандартным методам, мы берем у них кровь и ищем в этой крови мишени, которые отличают пациента от тех, у которых препарат действует, от тех, у которых препарат не действует. И, грубо говоря, мы ищем разницу на молекулярном уровне. Новые какие-то вещества, которые определяют чувствительность пациента к данному препарату. Одна из компаний заинтересовалась нашими возможностями из Швеции. И как раз-таки у них есть такой коммерческий интерес в том, чтобы поискать новые мишени для назначения их препарата. Вот у нас уже подписан договор с ними, и мы этим, собственно, и начали заниматься. Некоторые из препаратов против рака и вовсе смертельно опасны. И нужно провести пациента по этой тонкой грани между смертью и жизнью. Некоторые химиопрепараты, такие как метатриксат, они даются пациентам в высоких концентрациях при лечении определенных заболеваний. И даются они в летальных дозах. Но чтобы препарат оказал свой эффект и не навредил пациенту, его дают вместе с антидотом, так называемым, который нейтрализует его летальное воздействие. И пациент таким образом получает яд-противоядие, и препарат оказывает токсическое влияние на опухоль. После первой, в следующую дозу, может быть, надо после того, как препарат полностью метаболизирован организмом, до определенных пределов метаболизирован. И таким образом, после первого введения, мы проверяем эффективность метаболизма, насколько его концентрация в крови упала. И после того, как она действительно достигает безопасного уровня, ему назначается этот препарат повторно. Еще одно новое и значимое подразделение Центра онкологии и медицинской радиологии «Центр в центре» проходит под аббревиатурой ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография. ПЭТ-центры – это современная диагностика гибридными технологиями сканирования. На одном приборе делают и компьютерную, и позитронно-эмиссионную томографию. Изменения в организме видны на разных уровнях. Такой гибрид считается золотым стандартом лечения онкологических заболеваний. Метод основан на использовании короткоживущих радионуклидов, которые встраиваются в различные молекулы. В нашем случае это молекулы глюкозы, которые практически по химическому составу эквивалентны той глюкозе, которая используется в повседневной жизни. Но благодаря тому, что эта глюкоза, в структуру ее входит в 18-й фтор, мы можем четко говорить, где конкретно эта глюкоза накапливается. Таким образом, любой метаболизм, любой патологический метаболизм в организме, либо это патологическая ткань, опухоль, она всегда фиксируется с помощью нашего метода, и это дает возможность нам достоверно судить даже о небольших изменениях в пользу того, что это действительно изменения патологического характера, а не какие-то остаточные процессы. И это в значимой степени помогает онкологам изменять тактику лечения. Крупнейшие в Европе. Именно так говорят об этом ПЭД-центре. Основная идея – сконцентрировать максимум технологий в одном месте. К примеру, вот эта большая редкость и редко встречается в других центрах – инъектор для введения радиофармпрепаратов. Внутри его загружается специальный радиофармпрепарат, и находясь внутри, он подбирается под конкретного пациента, его активность, и после этого лишнее большое вот такое устройство помещается на стойку, где подключается к пациенту, и это дает возможность минимизировать воздействие лучевой нагрузки на персонал и на пациента в свою очередь. Рабочий день здесь начинается в 4 утра на циклотроне – ускорителе тяжелых частиц, чтобы к 9 утра можно было вводить препарат пациентам. Все рядом, поскольку радиофармпрепарат активен, а значит, пригоден для медицинских целей всего около 2 часов. После введения вещества, которое сделает опухоль видимой, еще час пациенты проводят в специальных боксах без потолка. Так легче расслабиться и настроиться на исследование. И еще 2 часа после. Здравствуйте! Как вы себя чувствуете? Все хорошо? Замечательно! Водичку пьете? Все двери автоматически закрываются, и весь периметр этих боксов экранирован специальным свинцом в эквиваленте 5 мм. Это очень хорошее защитное устройство. Таким образом, в отличие от многих других центров, где пациенты находятся, вы проходите, где пациенты находятся непосредственно друг с другом и, можно сказать, обучают друг друга, в этом ситуации пациент может и максимально настроиться на исследование, не пересекаясь ни с кем другим. Пропускная способность пед-центра 60 пациентов в день. Если, опять же, сравнивать с зарубежными, там не больше 20-30. Стоимость подобного исследования там около 1000 евро. У нас 700 долларов. Однако в РНПЦ Александрова можно остаться и на лечение. Иностранцам выгодно. Чаще гости из СНГ, а самое дальнее – Боливия. Кроме того, в планах экспорт радиофармпрепарата в страны Прибалтики, России, Украины и Польши. Многие центры не имеют собственного производства. И они требуют доставки его извне. Поэтому для того, чтобы минимизировать воздействие вот этих двух часов, просто берется активность несколько выше, чем требуется. То есть к моменту доставки получается расчетная активность, используется именно такая, как нужна центру. Поэтому здесь вопрос только лишь в синтезе необходимой активности. И обеспечение хорошего транспортного коридора для транспортировки этого радиофармпрепарата. Больбу с заболеванием ведут и в других научных, и не только заведениях. Так идея родилась у лаборанта Центра онкологии и медицинской радиологии, а реализована была в ней физико-химических проблем БГУ. Здесь создали аналог дорогостоящего заокеанского лекарства. Создана линейка целых препаратов, которые выпускались на Борисовском заводе медицинских препаратов, где полимером-носителем матрицей выступала окисленная целлюлоза. Поэтому здесь иммобилизованный цисплатин на окисленной целлюлозе. И такое совмещенное название получилось препараты цисплацил. Препарат предназначен для локальной химиотерапии и злокачественного образования головного мозга, обхолей в области головы и шеи. На него получен патент Республики Беларусь. В настоящее время поданы две заявки на евразийские патенты для расширения области его применения, для лечения рака желудка с десимирным поражением брюшной полости. Эти уже испытания начались и проходят в РНПЦ-онкологии имени Александрова. Но эта задача, что называется, прикладная, а есть и фундаментальные исследования, те результаты которых у нас понадобятся, пусть не завтра, но понадобятся обязательно. Техника не стоит на месте, и на сегодняшний день обеспечено так называемое полнослайдовое сканирование при большом увеличении полного образца тканей, взятых в результате биопсии у пациента. Но эти изображения, они огромные, они цифровые по своей природе. Изначально они огромные, и для врача представляет значительную трудность исследовать полный образец ткани, пересмотреть его, что называется, вручную полностью. Поэтому возникла необходимость разработки каких-то компьютеризированных средств, которые позволяли бы автоматизировать этот процесс. Наши математики начали решать эту проблему в рамках международного научного соревнования. Вот эта работа, в частности, которую мы делали, она выполнена в рамках международного соревнования. То есть это сейчас становится популярно, когда какая-то организация, какой-то институт, какое-то сообщество ставит большую задачу, и все в мире, из любой страны, частные лица, даже, может быть, организации, институты, кто угодно, исследовательские центры начинают решать эту проблему. И потом организаторы подводят итоги такого соревнования и говорят, кто решил лучше всех. Так сказать, кто на втором, кто на третьем, кто на пятом месте, кто на двадцать пятом и так далее. В общем зачете лучший результат наших ученых – четвертое место. Достаточно упомянуть, что выше на пьедестале такие технологические монстры, как Microsoft Research и прочие. Они же серьезные университеты из Америки, Германии и других развитых стран. В конечном итоге результат выглядит как компьютерная программа. Мы используем самые современные методы, которые основаны на так называемом глубинном обучении. Когда компьютер обучают. То есть вначале мы показываем множество, сотни тысяч изображений и говорим о нотированных. И говорим, вот это вот хорошо, условно скажем, вот это плохо, вот это доброкачественное, вот это злокачественное. После этого специальный программный комплекс, который очень вычислительно емкий, он выполняется, и он фактически обучается сам тем признакам, которые отличают доброкачественное от злокачественное. Сверточная нейронная сеть – она же технология глубинного обучения. Последнее слово в искусственном интеллекте, когда компьютер может делать что-то не хуже человека. Этот же принцип используется при создании программ беспилотного управления автомобилем. Правда, понадобится технология белорусским медикам только когда у нас в стране будут аппараты для съемки больших цифровых изображений. Дело времени. Есть и другие задачи. Доказательная медицина. Но ей, как правило, люди начинают интересоваться, когда коснется лично. И врачу задают вопрос – какие у меня шансы? Вот чтобы ответить, и необходимо статистика и методы расчета вероятности того или иного исхода. И все публикации научные, касающиеся этого, построены на определенных моделях факторов риска и факторов прогноза. Фактор риска – это тогда, когда еще с вами ничего не случилось, но есть риск развития заболевания. А фактор прогноза – это когда уже что-то случилось и какой риск благоприятного и неблагоприятного исхода. Совместная работа математика Ольги Красько и медика Михаила Фридмана посвящена вероятности рецидива рака щитовидной железы. Число таких пациентов после аварии на Чернобыльской АЭС резко выросло. До аварии об этом виде заболевания было известно немного. Из материалов на тот момент всего одна брошюра, выпущенная еще в 70-е на материале 50-х. Подъем заболеваемости у детей раком щитовидной железы был замечен в конце 80-х годов прошлого века, то есть году к 90-м. Году к 90-му уже стало понятно, что происходит что-то не совсем обычное. Ну, надо сказать, что нормальный уровень заболеваемости в 80-х годах прошлого века – это было 1-2 ребенка в год, и вдруг они начали поступать десятками. Данные за десятки лет были изучены, систематизированы и разложены по полочкам. И это не просто цифры. Получались достаточно интересные результаты, которые медики очень хорошо интерпретировали и выработали действительно стратегию и тактику лечения. Доказали, что некоторые виды операции более неблагоприятны по прогнозу, чем другие. Мы даже посмотрели, как меняется морфология опухоли вот этой вот постчернобыльской на протяжении различных лет, чем дальше от, по длительности от источника воздействия. Как она менялась? Действительно менялась. Действительно мы показали это математически. Целый цикл работ мы рассматривали. И морфологию, и маркеры, и прогнозы. Это действительно был большой проект, цикл работ. И вот за этот цикл работ, собственно, была такая награда ТОП-10 Академии наук. По итогам исследования опубликовали не только формулу расчета вероятности рецидива рака щитовидки, но и расчет риска по возрастам, к примеру, от 10 до 11 лет и от 14 до 15. Эти усредненные результаты нужны, чтобы другие специалисты, ученые, медики, математики могли сравнивать. Наука – это повторяемость эксперимента. Поэтому любое исследование должно быть грамотно описано. Описан дизайн исследования, описаны те методы, которые применялись в этом исследовании. И, соответственно, если будет какая-то похожая популяция, что сейчас происходит в Японии, то свои результаты они могут сравнить с нашими. Более того, они могут опираться на этот опыт для того, чтобы развивать эти модели дальше, возможно, для того, чтобы учитывать специфику своей нации и так далее. Если эта задача более-менее понятна даже и не специалисту в области математики и медицины, то в Институте физиологии собираются и вовсе исцелить рак окончательно и бесповоротно. Мы пытаемся каким-то образом в экспериментах активировать иммунную систему, иммунокомпетентные клетки, которые в процессе эволюции должны были бороться со всем вредным, что в организме возникает. Пусть это раны, инфекции или, в частности, новообразование. Но почему-то именно при воспалительных процессах они довольно-таки успешно справляются, как мы сами знаем, даже при гриппе или, допустим, воспалении лёгких. А вот опухоли, когда появляются в организме, то здесь иммунная система почему-то начинает сдавать. Она не может быть такой эффективной, как при других процессах. Вот почему? И вот, может быть, в процессе этих совместных работ учёных трёх стран, одно в Украине, в Киеве по онкологии имени Ковецкого, а второе учреждение, национальный институт рака, сейчас называется, в Вильнюсе, нам удастся найти всё же способы, и вот на это направлено, когда с помощью методов, которые мы применяем, можно будет активировать вот эти иммунокомпетентные клетки, вот элементы иммунной системы, для того, чтобы они, сам организм человека, который, или там вот в частности мы на животных это делаем, сумел уничтожать вот эти опухоли и клетки. Однако пока универсального средства не найдено, медики и учёные делают ставки и на другие методы средства и технологии. Основные надежды мы возлагаем на внедрение скрининговых программ, то есть на обследование людей, считающих себя здоровыми. Такое обследование проводится массово по инициативе лечебных учреждений. Такие скрининговые программы разработаны в настоящее время в отношении пяти локализаций злокачественных опухолей. Это рак предстательной железы, рак молочной железы, рак шейки матки, колоректальный рак, то есть рак толстой кишки, и рак лёгкого. Следует сказать, что это наиболее частые злокачественные опухоли. В частности, в Республике Беларусь первое место у мужчин по заболеваемости занимает рак предстательной железы, у женщин – рак молочной железы. Внедрение таких скрининговых программ по опыту других стран позволяет уменьшить смертность примерно на 20-50% в зависимости от вида опухоли. Только трахею пересадили, только трахею. Но часто поражается развилка трахеи, когда от неё отходят два главных бронха. Так называемая бифуркация трахеи. Это очень сложная задача. Мы опять-таки сейчас начинаем экспериментировать опять на животных, чтобы не просто трубчатую структуру, а чтобы трубку пересадить, имеющую разветвление на два главных бронха. Вот как это сделать? Где такую мышцу у человека найти, которой достаточно будет, чтобы завернуть такую сложную структуру со всех сторон и потом переместить её в грудную клетку. Думаем, работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова